Поздравляю вас с победителем. Пару слов по игре. До середины шаги достаточно ровно. Скажу так, вы знаете нашу ситуацию, и, конечно, тренера всех, кто следит за баскетболом, что в данный момент у нас в команде не лучшая ситуация, потому что мы не имеем ведущих малышей, трех разыгрывающих. И это основа команды. Она была сделана на, скажем, Алексея Шведа, потому что мы вокруг его. Ну и, конечно, у нас есть Маколым, у нас есть Стэван Йович, который, ну, мы как бы отыгранная команда в этом плане, и сейчас нам надо много что менять. Но я рад, мы приехали так, скажу, готовились как к финалу, потому что после двух поражений не так легко играть еще на выезде. Мы знаем, как играть тяжело здесь, в Красноярске, потому что всегда мы здесь имеем проблемы. Но сегодня сложилось играть неплохо, хорошо стартанули. В одно время при первых заменах мы что-то упустили. Контроль игры, но хорошо, что собрались, и я думаю, мы солидно довели игру до конца. Ну, я думаю, что четвертая четверть, как бы сомнений таких как бы и не было. Мы контролировали игру. Хотелось бы, что последние минуты получше сыграли. Мы со скамейки подняли пару молодых игроков. Хотелось, что хотя бы этот результат не увеличился, но не унизу, потому что мы имели 23 очка, закончили 15. Я дорожу каждые минуты и каждому броску, и вот здесь надо нам еще поработать. Есть моменты, которые не получились, которые вы могли отметить? Да, много нам еще не получается. Мы знаем, как в этом году я уже давал, это может чуть-чуть повторюсь, интервью, потому что наши игроки сидели в карантине, заехали поздновато. Мы с парой игроками, с Микей и Монро, мы играли всего лишь одну товарищскую встречу и сразу на игру. У нас есть наши виды защиты, у нас есть нападения, наша команда юролиговская, у нас нет разницы, уровня игроков очень большого. И у нас все отработано для командной игры, а тут прийти с корабля на баллы поиграть это не та лига ВТБ, тем более не та лига юролига. И нам тяжело сейчас, мы понемножку, я должен понять игроков, игроки должны понять и тренера, и партнеров. Это сложный процесс, и он так быстро не делается. Ну, все клубы имели эти проблемы, но я смотрю наш клуб, и вот в данный момент у нас проблемы. Да, мы можем лучше сыграть защиту, мы лучше можем сыграть на подборе, и я думаю, что сегодня, что радует, уже цифры улучшаются, мы не сделали 20 ошибок, мы сделали 26 результативных передач, что до этого у нас было 18, так как, говорю, нет разыгрывающих. Но сегодня мы играли больше уже как команда, не отдельные игроки, и, конечно, результат налицо. Спасибо большое. Пожалуйста. Миша, первый вопрос к тебе, как игра в первые газы, какие эмоции, чувства испытал, направо больше всех, как нагады? Слишком много вопросов сразу. Первое, что хочу сказать. Безусловно, мы все рады, что баскетбол вернулся. Прошло очень много времени с момента последней игры в единой лиге ВТБ. Это, конечно, положительная сторона, но, безусловно, мы рассчитывали, мы хотели победить сегодня, мы бились, но, к сожалению, в какой-то момент мы упустили рыбок соперника и не смогли победить их. Да, конечно, я хочу играть в баскетбол, и это отличный шанс для меня. Ямаговица. Да. Уже не окружен, потому что мы каким-то объективным или изложенным, но Но, как в команде, мы не работали в игре, как я хотел. Окей, я могу дать извинку для Кэрон Джонсон, который начался на практике пять дней назад. Он не играл в последние шесть месяцев в игре. И мы не смотрели как команда, которая готова для физической приоритеты. Мы не физически хороши в этом моменте. И это основная причина, почему мы не играли лучше, чем я хотел. Я могу сказать, что, например, Кэрон Джонсон приступил к тренировкам всего лишь пять дней назад, остановившись после повреждения. А до этого, по большому счету, он шесть месяцев не играл в баскетбол в связи с пандемией, карантином и так далее. Но, в целом, сегодня мы не выглядели достаточно хорошо физически готовой командой, чтобы играть на этом уровне. И это для меня... это одно из главных вещей, которыми я недоволен. Следующий вопрос будет от журналистов. Какое наблюдение? По сравнению с прошлогодней командой, и нынешней скорость ниже. Насколько решаема эта проблема? Скажи мне на английском. Это вопрос от журналистов. По сравнению с прошлогодней командой, скорость от журналистов выглядела легче. Вы считаете, что он может решить этот вопрос? И как решить этот вопрос? Это очень хороший вопрос от журналистов. И я говорила, что в начале пресс-конференции, это не мой стиль в баскетболе. И много проблем мы получили во время подготовки. Это очень много времени. Два недели назад мы практиковали с шесть играми. Семь дней назад. Много парни с температурой. Много парни с болезнодом. И в этот момент я думаю, что команда не готова играть на уровне, на то, что мы хотим играть. Мы должны работать. Мы должны иметь полностью команду. Потому что Хэмонс еще есть болезнод. Я думаю, что Метуссо с его здоровыми проблемами. И я надеюсь, что мы должны играть. Очень-очень-очень лучше для трех дней. Но это будет очень-очень тяжело для нас. Конечно. Это очень хороший вопрос, хорошее наблюдение. Спасибо за него. Безусловно, как я уже говорил в своих предыдущих пресс-конференциях, я хочу играть другой тип поскетбола, чем мы показали сегодня. Гораздо более быструю игру. И на данный момент мы не готовы показывать эту игру по множеству причин. Можно вспомнить ситуацию с травмами, с карантином, с болезнями, из-за которой, например, две недели назад мы практически на протяжении недели тренировались шестером. Огромное количество проблем, которые возникли даже сегодня. Хэммонс отсутствовал в заявке из-за травмы. Митусов отсутствовал в заявке из-за болезни. И нам нужно решать эти проблемы, собрать весь состав как можно быстрее на тренировку и готовиться работать дальше, чтобы улучшать свою игру. Но через три дня у нас уже игра в смоки. Это будет очень тяжелая игра. И нам нужно будет показать поскетбол гораздо более высокого уровня, чем сегодня, если мы хотим победить. Хотя, конечно, это будет сложно. Спасибо большое. Спасибо.